Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы поговорим с вами про аксессуары компании Sony Ericsson. Сначала позвольте мне вам продемонстрировать некоторые штучки, так сказать. Вот у нас есть телефон Sony Ericsson W995. Вот некоторые вещи, с помощью которых мы можем разнообразить его использование. Отличный Bluetooth динамик. Внешний аккумулятор. Тоже хорошая и полезная штука. Маленькая подставка. С динамиком тоже. Сдвигающийся разъем. Все к положению. Штатив для фотосъемки. Про все эти вещи я писал в обзорах. Они уже давно известны. Зарядное устройство для второго аккумулятора. В продаже, к сожалению, в нашей стране большинства из данных вещей пока нет, и неизвестно, когда они появятся. Ну и, наконец, Sony Ericsson PV740. Великолепная гарнитура. премиум-класса. Премиум-класса, так сказать. Замечательная, железная, с отличным комплектом поставки. Но все это вещи более-менее обычные и нам известные. Сегодня я хотел бы вам показать вещь доселе невиданную. Называется она внутри компании Gendalf. Прошу любить и жаловать. Великолепная, замечательная гарнитура. Она может делать, в общем-то, очень любопытные вещи. Но для начала давайте посмотрим. Собственно, вот кабель достаточно толстый. Он не бутается практически. То есть, даже сейчас можете видеть, что разобрать здесь эту гарнитуру очень-очень просто. Буквально за секунду. Собственно, блок микрофона. Без каких-либо кнопок. Наушники достаточно большие по размеру. На каждом есть логотип компании. Интересно. Что же мне такого необычного, спросите вы. Ну, я вам покажу, что здесь такого необычного. Вставляем в разъем. А теперь мне достаточно просто вставить гарнитуру в уши, чтобы началось воспроизведение. Без каких-либо нажатий, без каких-либо, там, я не знаю, других, скажем так, возможностей. Вот еще раз. Я выключил плеер. Вот они наушнички. Вставляю их в уши. Начинается воспроизведение. Сейчас я вытаскиваю один наушник. Воспроизведение становится на паузу. Ну, если бы я кого-нибудь попросил позвонить, то вы бы могли увидеть, что всего лишь, скажем так, вынув и вставив вновь наушник, я бы ответил на звонок. Я делаю вот так. Воспроизведение снова началось. Собственно говоря, что сделали в компании? В компании добавили логики к совершенно привычному процессу работы с беспроводной гарнитурой. Ой, вернее, с проводной гарнитурой. Ведь многие из нас начинают свой день с того, что когда они выходят на улицу, достают телефон, нажимают play, вставляют наушники. Или наоборот, вставляют наушники, достают телефон, нажимают play. Здесь достаточно просто вставить наушники, и все, воспроизведение началось. Вот здесь, соответственно, есть настройки аксессуара, датчики на наушниках, можно включить или выключить, можно установить звук по умолчанию. Ну, у меня, в общем, одно слово относительно данного продукта, это гениально. Вот, не больше и не меньше. Причем, давайте посмотрим вот на что. Тут еще очень интересны вот эти самые датчики. Есть у нас, допустим, да, вот сейчас их достал. Вот, по идее, где-то вот здесь надо нажать, чтобы началось воспроизведение. Сейчас оно опять стало на паузу. Прижимаем, оно начинается. Прижимаем, начинается. Прижимаем, начинается вновь. То есть, где-то здесь есть какие-то датчики, и вы должны их полностью, соответственно, наушники, поместить в ваши уши, чтобы началось воспроизведение. Да, вот сейчас оно началось. Началось, поехало. Отлично. Вот такой вот аксессуар. Наушники довольно большие, не под каждые уши подойдут. Вот, но... Мне не знаю, мне подходит. Насчет вас, не знаю. При покупке надо мерить обязательно. Вот, читайте обзор. Вот, по цене, всему остальному пока ничего не понятно. Вот, но факт в том, что с Униериксон в плане аксессуаров вновь удалось сделать что-то новое, удивительное и классное. Безусловно, это так. Так что, прошу любить и жаловать. Используйте на здоровье. Я лично использую и очень-очень доволен.